Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, я рад пригласить в нашу виртуальную студию дорогого друга, который когда-то приехал из Ленинграда, последние 30 с лишним лет живет, почти уже 40 лет живет в Америке, в Нью-Джерси, в Фералон. А вдруг сегодня оказался в Иерусалиме, я приветствую Илью Бродского, приветствую тебя, Илья. Шалом, шалом! Итак, шалом, Илья из Иерусалима, и скажи нам, пожалуйста, когда ты оказался в Иерусалиме и почему? Я приехал 15, улетел я 15 октября, приземлился 16 октября, прошел две недели бедуда, бедуда это изоляция, потом получился, что после бедуда, после изоляции все закрыто. Так что я месяц сижу в Иерусалиме, в закрытом городе, но слава богу, у меня есть балкон, есть мирпесет, на котором я занимаюсь тайчи, медитация и тому подобное. У меня есть хорошие соседи, у меня есть миньян прямо под домом, прямо под домом американцы организовали открытый миньян, поэтому мы молились все праздники в миньяне, и я не сходил, мне не надо даже выходить из дома. Я на балкон выхожу, у меня миньян, то есть я сверху на них смотрю, окей, как супервайзер. Почему я оказался в Иерусалиме? Потому что у меня дочка сделала лию 7 лет тому назад, вышла замуж 2 года тому назад и родила мамаш-мамаш прямо перед суппотом. Я хочу, прежде всего, поблагодарить твою дочку за огромную помощь, которую она оказывала молодежи здесь, русскоязычной, в Америке. Она брала наших учеников, была руководительницей программы, поездок, поэтому ей огромное поздравление. И тебе в связи с тем, что ты в очередной стал раз дедушкой. Не в первый? Нет, не в первый. От этой девочки у меня первая внучка. У меня есть еще трое детей, то есть у меня четверо, поэтому я не очень такой завидный жених, я женат. Но это первая внучка Сабра. Сабра, которая родилась в Иерусалме. Сабра. Зовут ее Либа Рафаэла. Мы назвали ее в нашем Миньяне прямо на улице в честь прабабушки моего зятя и моей мамы, которая ушла от нас полтора года тому назад. Да, я хорошо помню, конечно, твою маму, чтобы память была славянная. И в этом смысле мудрецы говорят, что человек, у которого есть дочь, внучка, да, понятное дело, внук или правнук, праведный, как будто не умирает. Поэтому твоя мама продолжает жить в твоей внучке. Скажи мне, Илья, вот такой интересный вопрос. Ты упомянул сейчас о том, что ты и в Иерусалиме, и на балконе, и у тебя там Миньян, как сказать, синагога прямо под домом. И должен сказать, что мы живем в каком-то совершенно новом сюрреалистичном мире какой-то фантазии. Трудно себе было представить, что вообще такой мир будет. Я тоже помню, что вот синагоги закрыли в Америке, сегодня они почти закрыты в Иерусалиме, в Израиле. Был момент, когда все молились исключительно дома. И я помню, мы тогда вот встречались с друзьями на Zoom, и я спрашивал их, ну, все же делается к лучшему, чему вы научились. И кто-то мне сказал, может быть, тому, что Бог хочет какого-то индивидуального контакта. Потом возник момент, и мы начали молиться, вот, например, так же, как я у себя на балконе стоял, и у меня здесь все выходили на балконы, и каждый из своего балкона. У нас возникал такой Миньян, так сказать, сзади вот этих разных домов. Вот, но вот это ощущение, тем не менее, того, что синагога Миньян преображаются, и, может быть, отношения наши с небесами преображаются. Каково твое впечатление вот этого, так сказать, эпохи коронавируса? Очень тяжело было молиться. Почему тяжело молиться? Потому что уже много лет я приезжаю в Израиль на Хагим, и в Йом-Кипур я еду в Цват. Три года я уже молюсь в Цвате, в Сфаради, Миньян Сфаради, очень маленький Миньян, который нашла моя дочка. И Миньян этот мне всегда давал какое-то особенное чувство. Во-первых, это Цват. Во-вторых, это особенный нусах, то есть нусах по системам, по которым они молятся. Даже если я не принадлежу к ним, как к Сфаради, я чувствую искренность молитвы. Лет шесть я уже езжу в Цват на Симхат-Тару. Я считаю, что в Цвате Симхат-Тара самая лучшая Симхат-Тара в моей жизни. Потому что в Цвате люди приезжали и будут приезжать. Надеюсь, мы откроем все и будут приезжать со всего Израиля на Симхат-Тару. Ашкиназим, Сфарадим, Мараканим, черт знает кто, Хасидим. И в Цвате, в Симхат-Тару мы видим юнити, мы видим сплоченность еврейского народа. Потому что все молятся в разных синагогах. Но у всех один и тот же праздник. Например, несколько лет я молился в синагоге Ари-Сфаради. Это прямо синагога над кладбищем. Туда туристы не ходят. Но оттуда, что я делал, потому что они молились очень рано. Оттуда я шел к Брасловым. К Брасловым Хасидим, которые у них прямо большая и шива прямо над этой синагогой. Пока я дошел до них и скушал кусочек кугола. Выпил кусочек водки. Выпил стаканчик водки вместе с ними. Потом я шел в синагогу Ари-Ашкинас и слушал Тфилахагешемды. Потом все собирались в маленькой, там несколько, два карбахщу. Потом все собирались в одном из колбахщу. И были там танцы. То есть практически ты начинаешь молиться в шесть утра. И ты заканчиваешь поход по синагогам в час-два. То есть вот этого мне не хватало. Что мне это дало? Мне дало appreciation. Мне дало большой appreciation того, что у меня не было. Кроме всего прочего, то же самое произошло у нас на улице. Я живу в этой квартире. Дочка у меня живет в этой квартире уже семь лет. Соседей мы практически не знаем. А тут на улице Миньян из трех-четырех домов, которые в округе. И видишь людей. То есть получается маленький такой холхоз. Маленькая деревня. И люди более открыты. Люди более friendly. Люди более расположены говорить. То есть в принципе корона, вот это состояние нам дает что? Нам дает напомнить о том, что мы все одни. Вот да, индивидуальная молитва очень важна. Я это практиковал в принципе очень давно. И всегда хотел молиться индивидуально. И Миньян не хотел ходить. Но одновременно что нам это дает? Нам дает это то, что мы видим, что мы все одни, едины. То есть когда нас разъединяют, мы больше сплочаемся. Вот это, мне кажется, самый большой урок. Что нам дали понять, что это большой подарок тоже. Что мы живем вместе все евреи. То есть даже если мы разбросаны по всему миру. Я сейчас говорю с тобой из Нью-Йорка, из Бруклина. То мы все равно все вместе. То есть мы все равно. Вот мы с тобой, например, сейчас соединились, так сказать, благодаря современным технологиям. И говорим, и этой нашей мыслью, чувствами этими ты делишься с многими людьми. В таком смысле мудрецы говорят, что человек не там, где он стоит, а там, куда он идет. Там, где он хочет быть. В том месте, о котором он мечтает. И может быть секрет еврейского народа, даже его единство. Потому что на протяжении веков мы говорили на следующий год в Иерусалиме. И когда мы молимся, мы все равно обращаемся в одну сторону к Иерусалиму. Поэтому где бы мы ни были, в духовном смысле мы ведь все-таки вместе. Да. И очень интересно, что ты это упомянул. Ведь мы заканчиваем, например, мы заканчиваем Хащана Раб. Хащана Раба для меня это, в принципе, больше, чем все остальное. Хащана Раба – это маленький Йонг Кипур. Хащана Раба – это… Я не могу пропустить Хащана Раба. Если все остальное у меня внутри, там, кошки скрипутся и тра-ля-ля. И мне не дали алию, потому что никого не давали на Син-Хат-Тару. Но Хащана Раба – я пошел вниз, я со всеми был. Я ходил в Хакофес. Хащана Раба – это очень специальный праздник. То есть это седьмой день праздника Суккот, соответствующий, между прочим, по духу, седьмому дню праздника Пейсах. А седьмой день праздника Пейсах – это день разрушения моря, когда праведники вышли из моря, а негодяи, которые хотели утопить, сами утонули. Поэтому параллельной духовной ассоциацией, поскольку весенние и осенние праздники, они как правая и левая рука, то в этот седьмой день праздника Суккот держится некий суд на небесах. И это, хотя не Роша Шана, не Йом-Кипур, но это суд, нудрецы, во всяком случае, говорят, и об этом можно сказать, что если суд с десяти дней трепета – это суд трепетный и суд на способность человека этот трепет ощутить, то праздник Суккот – это время любви. И это тоже последний день, насколько человек способен эту любовь обрести, любить Бога, любить людей. В конце молитвы мы говорим «Лошана Хабабирушалайм», в конце «Шахарита» на «Хашан Раба», после всех хакафот, после всего, потому что, в принципе, мы делаем хакафот, мы делаем, бьем аравот, и когда мы это говорим, это не произведет на меня никакого впечатления. Я сижу в Иерусалиме, что я говорю, ну хорошо, «Хашан Рабабирушалайм», «Бигди», я сижу тут. Наоборот, это на меня произвело неизгладимое впечатление. На меня произвело неизгладимое впечатление, потому что мы живем в эпоху, когда все меняется с такой скоростью, что сегодня ты здесь, завтра ты там, что экономика такая, а на следующий день сякая, что молитвы такие, а на следующий день другие, что сегодня синагоги открыты, завтра закрыты. Сегодня ты поехал в Израиль, а завтра тебе нужна виза. То есть, в принципе, для меня вот эта фраза на следующий год в Иерусалайм, для меня это была фраза надежды, к чему я должен стремиться. Это не просто так, вот я сижу сейчас в своей квартире в Израиле, и для меня, окей, файн, ничего такого, я в Иерусалайм сказал что-то. На самом деле, это взгляд в будущее, это что-то тебе дает другое. И поэтому, может быть, когда мы вьем аравот по земле, и мы очищаем этим себя, мы рождаемся заново и идем вперед, как новые люди. То есть, поэтому, может быть, это йом-ки-пур-катан. Потому что все, что мы действительно сделали до этого, до последнего дня сукота, мы это все оставляем. И поэтому шминят сервис – это абсолютно другое. Субтитры создавал DimaTorzok